Добро пожаловать в передачу «Открытая дверь» от служения «Достойная жизнь». Меня зовут Андрей Щербина, и у меня просто горит сердце о том, чтобы делиться в этой программе чудеса, которых делает Господь, и также, чтобы у вас была эта возможность пережить тоже Бога по-особенному в вашей жизни. Ну, во-первых, хочу сделать поправку, что мне иногда будет нелегко переводить в своей голове с английского на русский. Но я постараюсь, если вы заметите какие-то грамматические ошибки, используйте здесь благодать в мою сторону. Значит, я считаю, это очень важное время, когда у нас есть возможность увидеть, услышать то, что делает Господь. Потому что укрепляясь могуществом и силой Его, это на сегодняшний день является одним из самых основных столпов для утверждения веры, а также для того, чтобы окружающие люди, которые не знают Иисуса Христа, имели возможность увидеть Его реально в жизни своей. Дух Святой, сегодня это время для Тебя. Я благодарю Тебя за эту возможность. Я принимаю Тебя способность передать то, что Ты положил мне в сердце. И прошу за каждого человека, кто сейчас смотрит, чтобы у них была возможность принять от Тебя все дарования, которые Ты имеешь для них. Во имя Иисуса. Аминь. Меня всегда волновала одна тема, с момента, как я уверовал в Иисуса Христа, и это тема о воле Божьей. Воля Бога, как некое диктаторское, ненарушимое расписание. И в меня внедрилось такое понятие, что не важно, что бы я ни делал, не важно, как у меня проходит жизнь, но если воля Божьей есть, чтобы я там был успешным, значит, это будет. Если воля Божьей, чтобы я был бедный, значит, это будет. Если воля Божьей, чтобы я был больной, значит, так будет. Если воля Божьей, чтобы я не болел, тоже так будет. Ну и так далее. Общепринятое понимание воли Бога. И я начал просто задаваться этими вопросами, потому что что-то не клеится. Вот, например, вокруг нас глобально происходят разные события, негативные события, плохие случаи. Вот мы сейчас здесь беседуем, а где-то вокруг в мире происходит насилие, убийство и так далее. И Бог не вмешивается, не останавливает эти вещи. Один из аргументов у человека, кто не верит в Бога, это, ну, если бы Бог был бы, то, значит, эти бы случаи бы не происходили. Потому что раз Бог любит, то почему он допускает? И это как неотвеченные вопросы, но на самом деле ответы очень простые. Воля Бога – это Его желание, Его непосредственная цель для нас. Я сейчас говорю о воле Божьей, касающейся нас на земле. Его желание и Его цель, которую Он бы хотел бы осуществить в жизни каждого из нас. Это отдельно от того, что я хочу и к чему я иду. Мои цели и мои желания. Воля Божья есть, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Он даже более агрессивно говорит, я хочу, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И мы абсолютно все прекрасно понимаем, что на сегодняшний день 7 миллиардов населения примерно все не будут спасены и все не придут к познанию истины. И Его воля заключилась именно в том, что Он решил этот вопрос в Иисусе Христе. Значит, когда пришел Иисус Христос, Он пришел тоже по своей собственной воле. Бог запланировал до создания мира все это совершить. Что случилось? То, чтобы Иисус пришел, умер и воскрес. Мы получили оправдание дара, мы получили возможность иметь все обетования и благословения, которые есть у Бога. Но Иисус также употребил свою личную волю для того, чтобы исполнить волю Отца. Бог его ни в чем не заставлял. Бог ему не делал никаких особых условий, чтобы Иисус отличался от других. Он родился в хлеву, Он пережил гонения, Он также сам подвергался обычным, обыденным проблемам. И у Иисуса не было никаких особых условий, чтобы это было ему сделать легче. Кстати, я считаю, у него было тысячи шансов отказаться от этой всей идеи. Яркий пример – это Гефсимания. Иисус молится и говорит, что «Отец, я знаю твою волю, но можно, чтобы эти все страдания, эта чаша прошла мимо меня». Но Он тут же говорит «Хорошо, пусть будет так, как ты хочешь». То есть, Его воля была в том, чтобы исполнить волю Отца. Так вот, то, что сделал Иисус Христос, это Он открыл нам дверь к воле Отца. Он есть эта дверь. Я, когда беседую с людьми, которые интересуются этими вопросами, я всегда рисую такой круг. И как бы в этом кругу находится, так скажем, Иисус. Вот этот круг – это Иисус. И 7 миллиардов населения вокруг. Люди живут, рождаются, умирают, делают, что хотят. И вот Бог поместил свою волю, все свое определение, обетование, благословение во Христа. И тут появляется какой-то один Юра. И услышал Евангелие, что сделал Бог в Иисусе Христе. Почему Иисус умер и воскрес. И он входит в это Евангелие, поверив в это слово, услышав сначала, поверив, он вошел в эту территорию воли Божьей. Вам известно место, которое часто приводит к аргументированию, что если Бог захочет, тогда что-то будет. Например, кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобными Сыну Своему. И так далее. Предопределение, предузнание, оно всегда находилось только во Христе. Оно не находится отдельно от того, что Бог запланировал сделать в Иисусе. Его предопределение, предузнание примерно выглядит так. Юра услышал Евангелие, поверил. Благодаря его вере он зашел сейчас в волю Отца. И Бог говорит, о, и я тебя узнаю. Ты сейчас мой, потому что ты как раз зашел в волю Отца. И, значит, комментарии здесь пишут. Я первый раз делаю эту передачу. Опять, пожалуйста, понимание. Значит, когда Юрий вошел в эту территорию, он попал под определение Бога. Вот определение Бога есть, спасение, это первый в долгом. То есть, прощение грехов, настоящих, прошлых и будущих. Оправдание даром, то есть, праведности Иисуса Христа, получая человек бесплатно, без своих заслуг, по благодати. Исцеление от болезней, освобождение от проклятий, освобождение от бесовского влияния. И в основном все христиане на земле на сегодняшний день, в основном, согласятся, что Иисус сделал это для того, чтобы мы имели спасение. Никто с этим не будет спорить. Все знают, как оно работает. Ты услышал Евангелие. Меня всегда, даже честное слово, всегда удивляет. Вот человек, который никогда не слышал Евангелие, у него в голове понятия он не имеет, кто такой Иисус. Вот вчера он был атеист, вот сегодня он слышит Евангелие, и как-то в одну секунду это происходит. Меня это всегда поражает. В одну какую-то секунду пробивается к нему слово, и он в одну секунду увидел, просто прозрел, так сказать, да, и уверовал. И вот каждый человек, кто пережил возрождение, которое происходит за одну секунду, он это все рассказывает. У меня точно так же было. Я принял Иисуса в 14 лет. Я на следующий же день, я не мог объяснить себе, почему я не хочу говорить плохие слова, почему я не хочу делать неправильные вещи, почему мои одноклассники на меня смотрят и говорят, Андрей, что с тобой, ты что, ты какой-то другой. Как другой? Я вчера точно такой же самый был. Вы понимаете, что вера – это миллионные секунды реакция на Божье Слово. Вера – это, я имею в виду, само вот это действие, механизм, это настолько интересно, это происходит за доли секунды. Так вот, все христиане согласятся, что спасение для всех по вере, потому что все видят эти результаты. Человек уверовал, у него начало все меняться. Это человек, который, ну, вчера был, скажем, серый, сегодня он весь светлый. Да, это одно из таких доказательств, что Бог прикоснулся. Так вот, почему исцеление становится вопросом? Потому что намного легче понять, что да, грех – это плохо. Грех – это то, что отделяет нас от Бога. И, скорее всего, если ты будешь грешить, ты попадешь в ад. И этого никто не хочет. Мы хотим все радоваться и жить счастливо в вечную жизнь. Так вот, исцеление и болезни – нечто другое, потому что человек привык понимать, и я так понимал, что есть Бог, который хочет меня чему-то научить. И он берет меня и дает рак, допустим. И все, и началась учеба. Ну, в чем эта учеба заканчивается? Вот давайте так. Человек в недоумении, сколько-то месяцев или лет, смотря сколько этот рак будет уничтожать. Это очень тяжелые вещи. Я извиняюсь, может, кто-то сейчас и нуждается в исцелении этого. Но я хочу показать, почему я категорически против того, что болезнь – это воля Бога. И вот за эти короткие 9 месяцев, 10 месяцев, 5 лет, неважно, сколько человек может бороться с этой болезнью, у человека вырабатывается конкретное недоумение, конфьюз, что происходит. Я же все-таки служу Господу, я ходил в церковь, я молился, я читал Библию, у меня чистое желание послужить Богу. Человек заболел чем-то, да? И происходит это все. И за это время человек только отдаляется от того, кто есть благой Бог. И у него создается впечатление, еще более того, если у него еще будет возможность научить других, что это от Бога, что Бог ему чего-то учит, и через короткое время человека нету, потому что если не произойдет исцеление, все закончится. И человек прожил жизнь, и свидетельство этому доказательства, что болезнь – это как, знаете, непобедимое что-то. И это опыт у людей, особенно верующих, и этот опыт заставляет другого человека, кто попадает в проблему, видеть точно так же и принимать идею, что это от Бога. Если, скажем, кто-то из вас пытается научить своего ребенка чего-то доброму, и вы берете и ломаете ребенку ноги, чтобы он понял, что ему не надо бегать на дороге, где машины ездят, значит, ну это что-то не то. Сразу посадят куда-то тебя за такие дела, правильно? Потому что никто так не научит ребенка, это искалечить. Или если, значит, он допоздна где-то гулял, не пришел домой вовремя, ты берешь и даешь ему какой-то там яд, потому что вот, чтобы завтра он уже не вставал так, не бежал куда-то. Это так люди видят Бога. Вы представляете, насколько Богу больно и неприятно смотреть на людей, которые не только так понимают, а еще так учат, и представляют Бога лживым, какой он на самом деле не является. Иисус показал истинного Бога, который есть сейчас. Этот Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Не важно, что ты там считаешь, что ты читал в Ветхом Завете, не важно, что тебе сказали твои папа и мама, Иисус показал, кто такой Бог. Иисус не наложил ни одного человека, ни одну болезнь. Он не принес проклятия ни одному. И это сердце Бога, это то, кто на самом деле является Богом. Я хочу сейчас обратить ваше внимание, Римлянам 8 глава, 30 стих. Я извиняюсь, Римлянам 10 глава, 6 по 10 стих. Значит, праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то из Христа свести, или кто сойдет в бездну, то из Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих, в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Поэтому сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению. Такое общепринятое, извините за выражение, заезженное место, особенно используется, когда говорится, если устами будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Самое интересное, что мне просто эти места открылись, первое, что праведность от веры, то есть одобрение по моему согласию, что сделал Бог, одобрение Бога по моему согласию. Оно никогда не скажет, так, Господь, ради меня приди сейчас с небес, или давай я хочу увидеть, что ты воскрес, оправдать меня. Или воскресение Иисуса, это для оправдания. Ничего Бог для тебя особое сегодня не будет делать, посылать Иисуса, чтобы он, значит, воскрес, или с небес, чтобы ты действительно увидел. Он эту работу уже сделал. И праведность от веры, она не говорит, для меня это сейчас нужно сделать. Праведность от веры говорит так. Это слово, это слово, которое живое и действенное, которое есть Иисус Христос, оно настолько близко к тебе, как твои уста и вот здесь, что тукает, сердце. Дух Святой, он сейчас представляет Царство Божье на земле. Это праведность, мир и радость в Духе Святом. Он находится прямо сейчас там, где ты. Он окружает тебя собой. И он готов тебе дать абсолютно все, что ты хочешь. Если ты устами будешь исповедовать и сердцем веровать, то спасешься, да? Но здесь имеется в виду не только спасение от грехов, от ада и получение вечной жизни и начинание новой жизни во Христе. Здесь также имеется в виду, то получишь решение на любой вопрос. Спасешься, имеется в виду здесь, получишь ответ, освободишься, не важно что. Если это сказал Бог, у тебя есть вариант прямо сейчас, прямо сейчас этот шанс есть сказать это вслух и получить это от Святого Духа. Прямо сейчас, где ты находишься. Иисус, когда ходил по земле, исцелял, изгонял бесов, делал эти все громкие вещи, мне нравится одно выражение, где говорится, что Иисус ходил, изгонял всякую болезнь и немощь в людях. Чтобы что-то изгнать и чтобы что-то убежало, надо, чтобы у того что-то были ноги. Интересно, что если болезнь и немощь изгоняются, значит, это какая-то живучая тварь, которую действительно нужно изгонять. И Иисус абсолютно, конечно же, знает, что в духовном мире как работает, правильно? Но Он показывал ученикам, Он это делал, и апостолы это делали после. И самое интересное, что люди, которые подходили к Иисусу с проблемами, они были очевидны в проблеме, да? Тот хромой, тот калека, тот парализованный, тот слепой, тот прокаженный. И так понятно, что происходит с ним. Но Иисус почему-то задавал этот вопрос, что ты хочешь? Почему? Потому что сейчас, чтобы вера активировалась, человек должен хотя бы ответить Богу на Его Слово. Вот Иисус говорит, что ты хочешь? И человек в этот момент определяется, что ему действительно надо. Я уверен, что есть люди, которым не надо полное исцеление. Я уверен, что есть люди, которые считают это воля Божья, поэтому они Его не ищут. Но Иисус спрашивал, что ты хочешь? У меня есть очень интересное свидетельство, которое я расскажу в другой раз. Как я переживал эти ответы от Бога именно на этот вопрос, что ты хочешь? И вот сегодня у тебя есть эта возможность. Прямо сейчас сказать Господу, что ты хочешь. Определись. Знаешь, Бог любит конкретность. Он конкретно говорит в своем Слове. Дух Святой конкретно говорил к людям. Знаете, Бог не использует такие методы, которые часто может привыкли мы слышать в христианстве. Ну, примерно, Слово от Господа. Бодрствуй, брат. Бог не занимается этим. Почему? Потому что у него есть конкретное слово, что тебе нужно. Он не делает, а вось сказал слово и, может быть, и попал в цель. Бог так не работает. Поэтому Он любит и хочет это видеть от нас. Почему? В этом активируется твоя вера. Я предлагаю одно интересное дело. Пока я буду рассказывать вам один случай, который произошел недавно. Напишите на Facebook. Значит, можете смело написать вашу нужду, что вы хотите от Господа прямо сейчас. и почему-то я не вижу себя в Facebook здесь, но это уже не знаю. Так, знаю, что показывает, что мы live Facebook. Пожалуйста, если есть возможность, можете писать свои нужды. Также есть другой вариант. Возьмите, запишите телефон, если вы находитесь в Америке или, если вы находитесь в Украине, вы можете это сделать через Виктор Томев в Facebook его странице. Виктор Томев. Кстати, эти передачи мы хотели бы попробовать делать в 11 часов дня Pacific Time. Это по вашингтонскому. И это получается 9 часов вечера по киевскому. И вы можете подготавливаться на следующий раз. Вы можете приглашать друзей. Вы можете заинтересовать тех, кто не знает Иисуса Христа. Те, кто абсолютно атеисты и никогда не видели и не слышали, чтобы Бог проявлял себя реально сегодня. И у них понятие, может, о Боге совершенно другое. Поэтому вы можете это делать. В следующий четверг у нас будут гости, будут друзья, которые будут также участвовать. Итак, если я не смогу, я извиняюсь, если я не смогу иметь возможность здесь увидеть ваши комментарии, значит, значит, будем по-другому работать. Вот. Значит, можете составить свои нужды. И абсолютно не стоит стесняться говорить о своих нуждах. Вы знаете, Иисус как-то интересно игнорировал очень часто людей, которые бежали к Нему получить исцеление, и они какое-то время старались пройти через толпу, потратили много силы или еще что-то, чтобы, ну, получить свои. Они практически унижались. Почему? Потому что вера, когда ты знаешь, что тебе нужно, ты переступишь все остальное, и ты получишь это. Вера, она, с одной стороны, даже заставляет нас унизиться, потому что тебе нужно признать и принять в этот момент, может быть, не так, как ты себе это представлял. Часто мы представляем, и, кстати, евреи, которые жили во время Иисуса, они именно так и представляли, что Бог придет каким-то особенным образом, и тут приходит Иисус, и это все делает. Люди исцеляются, получают освобождение, и он, Иисус, замечает веру не евреев. Сотнику говорит, я такой веры в Израиле не видел. Женщина, которая получила исцеление от кровотечения, она сказала в сердце своем, если я прикоснулась, я получу исцеление, да? Иисус отметил ее веру. Иисус отмечал веру язычников, самарянки и других, которые вообще ничего общего не имели с законом Божьим и с правилами, и с знанием Бога две тысячи лет. Так вот, интересно, что эти люди проявили в собой новозаветнюю веру. Они проявили веру, которая не зависит от того, что что-то должно грандиозное, особенное произойти для меня, вот тогда я получу. Вот, например, сотник не думал, вообще не представлял, чтобы Иисус сейчас потратил свои силы и время, приходил к нему домой, вообще сказал, не надо, ты только скажи слово. Вы понимаете, насколько многие люди, которые верующие, они ждут что-то особое от Бога. Вот если Богу надо меня исцелить, то вот он пошлет ко мне, скажем там, Бенихина, домой прямо, ко мне в деревню, и он помолится за меня. А кто тебе сказал, что ты такой особенный, чтобы Богу нужно было передвигать океаны и горы, и двигать все-все-все на свете ради тебя? Если тебе это нужно, ты должен сам захотеть этого. И ты обязательно можешь это получить прямо там, где ты находишься. Так вот, евреи, точно так же, они ждали, они каких-то особых, каких-то особых ангелов с неба, какие-то молнии и громы, но на самом деле, Господь, Он прямо рядом с ними был, и они Его не узнавали. Я хочу рассказать вам интересную историю, почему я верю, что вот такая коммуникация абсолютно работает для получения исцеления. Буквально, кстати, как раз ровно год назад, в августе, я ехал на своей машине и получаю звонок от своего, так скажем, друга, которого мы делаем иногда работы. Он строитель и делает постройки, ремонты и так далее. И его зовут Игорь, и он позвонил и говорит мне, что он, у него была операция для грыжи, херния, как это, грыжа, много лет назад, лет 5-10 назад, я не знаю деталей, кстати, может, он когда-то будет, здесь расскажет нам. И день, вот как до того, как он мне позвонил, он поднимал что-то тяжелое и сорвал эту грыжу и, короче, ходить не может, лежит. и это. Интересно, что в этот момент, пока я еду с ним по телефону разговариваю, мне приходит такая интересная ревность по этому всему и говорю, а что ты, ты же знаешь, что Господь тебя может сейчас исцелить. Вот. Дальше он сам расскажет, какие возражения были, чтобы не было это как сплетни. Но сам момент интересный. Как только я сказал, что сейчас Дух Святой к тебе прикасается, прямо сейчас, как только я сказал эти слова, и я только начал говорить этой грыже «Уйти из его тела», в этот же самый момент он меня перебивает и говорит «Подожди, подожди, подожди». Боль ушла. Я говорю, «Игорь, знаешь, шутки в сторону, я еще не закончил молиться». Он говорит, «Андрей, боль ушла». Я говорю, «Окей, что ты не мог раньше делать?» Он говорит, «Ну не мог встать с кровати, не мог ходить, не мог ребенка взять». Я говорю, «Давай, делай, вперед, прыгай, давай, двигайся, что-то делай». И он это все начал делать, и я это все слышу по телефону. Прошло, прошло уже целый год. Он говорит, «Андрей, вот когда был Новый год, он говорит, я пытался вспомнить, за что благодарить Бога, и я единственное, что мог вспомнить, поблагодарить Бога, это за это, потому что я мог на следующий же день выйти на работу, я мог развивать дальше свой бизнес. Я засвидетельствовал об этом исцелении в своей церкви несколько раз. Всем друзьям свидетельствуют, всем. У меня нету сомнений, говорит, «Я был верующим всю жизнь, я никогда не видел». Я слышал, я видел на YouTube исцеление, я видел это еще где-то, но никогда не видел это в своей личной жизни, я пережил это. И интересно, что я тоже удивился, потому что я, ну, я не ожидал, что это произойдет так быстро, что даже я не успею закончить это вот, говорить, знаете, слова. И этот человек до сих пор, это он интересно свидетельствует, он говорит, «Андрей, знаешь, сколько эта операция вообще стоит? И плюс, сколько бы это бы мне стоило опять ее делать? Сейчас, говорит, я согинаю, скажу, у меня там стояла пластинка, я не знаю, если она там есть или нету, но, он говорит, я ее не чувствую, вообще не чувствую, раньше я ее чувствовал, плюс не мог что-то делать физически так, как надо. Так вот, интересно, что по телефону точно так же работает. Почему? Он услышал это слово, и в этот момент Дух Божий начал действовать. Я, может, грубо чуть-чуть что-то скажу, но я не верю, сам лично еще, я не пережил, окей, чтобы были такие манипуляции, где я могу помолиться, скажем, сейчас помолюсь за, за, за кого-то, которого я лично не знаю, не имею возможности с ним поговорить, и я за него помолюсь вот так вот у себя дома, и вот завтра он покаялся или получил что-то от Господа исцеления. Я не верю в эти манипуляции, почему? Потому что Иисус старался максимально иметь контакт с людьми. Люди сами старались иметь контакт максимально с Ним, они пытались прикоснуться к Нему, они пытались услышать от Него слово. Нужно было быть в той атмосфере, нужно было быть в той местности. Апостол Павел не открывал церкви с Иерусалима, запрятал все себя в бомбоубежище и молится, чтобы в Ефесе открыл, началась евангелизация. И ангелы пришли и начали им все служить и образовалось служение. Такого не происходит. Он шел на риск, на неприятности, на опасности и это делал там. И Дух Божий точно так же с ними шел. И это делал там. Иисус тоже мог пойти на Елеонскую гору и в молитве сказать, чтобы вся Иудея была освобождена от бесов и болезней и на утро все прыгают и бегают. И, кстати, неплохо, все, слава Богу, даже Иисуса бы не хвалили. Нет, Бог такими вещами не занимается. Он хочет, чтобы человек активировал свою веру. Раз, это происходит при контакте. То есть, вот сейчас то же самое. Вы сейчас видите меня, вы меня слышите и Дух Божий сейчас там, где вы находитесь, готов вам служить. Прямо сейчас прикоснуться к вам и дать вам ответ на ваши нужды. Я бы хотел бы сейчас... Время мое закончилось. Я хочу помолиться за каждого из вас. вы можете приготовить свои нужды. Если кто-то из вас сейчас переживет присутствие прикосновения Святого Духа, обязательно расскажите это нам, поделитесь, потому что Бог достоин славы и поклонения. Отец, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты сделал в Иисусе Христе для каждого из нас. Я благодарю Тебя за оправдание, благодарю Тебя за свободу, благодарю Тебя за эту величайшую благодать, которую Ты открыл, и на сегодняшний день она течет для каждого. Я благодарю Тебя, что мы вошли в волю Отца, в территорию Иисуса Христа. И на нас распространяется Твое помазание, на нас распространяется твоя сила и власть сеньки jesus и прямо сейчас отец во имя иисуса христа я говорю всякой болезни всякому заболеванию всякой немощи всякому недостатку во имя иисуса оставить каждого человека кто сейчас смотрит во имя иисуса христа вон во имя иисуса из тела из из жизни каждого человека кто сейчас смотрит вы можете смело взять свой iphone в руки ipad на чем вы смотрите и дух святой сейчас будет к вам прямо сейчас касаться он вокруг вас сейчас окружает вас собой по имя иисуса артрит вон во имя иисуса христа вон из суставов из костей во имя иисуса тебе нет никакого места в жизни в теле человека во имя иисуса прямо сейчас я также говорю к мигрени мигрень оставь каждого человека кто смотрит во имя иисуса христа вон из каждого тела во имя иисуса боли в спине немота в спине всякое ощущение значит немоты в спине в спинном мозге во имя иисуса христа прямо сейчас тебе запрещаю оставь каждого человека кто смотрит сейчас во имя иисуса так же где обет прямо сейчас во имя иисуса по имя иисуса вон из тела вы можете смело сказать что я храм святого духа я место где обитает сила которая воскресила иисуса христа из мертвых вы знаете что нету ограничения для святого духа абсолютно нету есть только ограничение часто в нашем понимании в принятии я принимаю от тебя господь полное исцеление прямо сейчас во имя иисуса христа во имя иисуса христа поклонение себе господь колени боли в коленях даже жидкость в коленях прямо сейчас во имя иисуса христа вон вы можете смело поставить свою руку на место где у вас болезнь или скажем вас за колени сейчас да поставьте руки на колени прямо сейчас сеньки jesus прикоснись господь прикасаешься слава тебе слава тебе господь слава тебе иисус а если вы молитесь за за детей своих вы как родители имеете авторитет полный можете возлагать руки через возложение рук дух божий может прикоснуться прямо к ним сейчас если значит вы женаты муж и жена да муж как глава в семье ты можешь возложить руки на жену жена может возложить руки на мужа потому что для духа божьего нет ограничений через кого действовать вот будьте благословенны будьте благословенны спасибо господь тебе поделитесь с нами о том что бог делает вашей жизни прямо сейчас и также на следующий четверг присоединяйтесь к нам это 9 часов вечера по киевскому в 11 часов по pacific time вашингтоне и господь да благословит каждого из вас